Давайте проголосуем, то есть она будет так же, как и многие из наших решений, которые не исполняются. Амбиции закончились, чтобы все уехали в область и вроде как тут все местные остались. Прошло как бы два месяца с выборов, хотелось бы узнать, что за эти два месяца уже успели сделать. Спасибо, нет, не буду, не сегодня. Доделываем то, что было запланировано на этот год, асфальтирование проездов. Сейчас планируем еще освещение подлатать на нескольких домах. В принципе, все в плановом режиме. Оказана помощь дому Аистенок, это дом, который содержит неблагополучные семьи, то есть малообеспеченные. Также оказана помощь детскому садику. Оказываю посильную помощь в различных вопросах, которые возникают на территории. Конкретно, например, 36 машинодней, автомобиль был выделен, здравоохранение, ну и много-много других вещей. Полтора месяца, пока мы проводили выборную кампанию, мы прошли каждый заколочек, каждый подъезд практически со всеми желающими встретиться с депутатом, со своим мы встретились. Мы собрали довольно большой список наказов. Все это систематизировали из вот этих вот многочисленных записей и так далее. И получилось несколько направлений, около десятка глобальных. Ну, например, внутриквартальное освещение, благоустройство сквера Петра и Февронии, рынок дачный на 30 лет победы вместо стихийного, дикие животные, собаки, которые там расплодились. Вот таких вот ряд направлений. Парк «Молодежный» планируется как крупная зеленая зона в новой части города Волгодонске, которая присутствует на генеральный план. Его территория ограничена улицей Маршала Кашилова, Карла Марса, Академика Королева и проспектом Курчатова и составляет около 17 гектаров. Проект «Парк «Молодежный» направлен на перезагрузку самого большого паркового пространства в городе. Цель проекта – обеспечить устойчивое развитие городского парка посредством насыщения его территорией новых функционалями и воссоздания его экосистемы. В 2020 году в рамках заключенного муниципального контракта выполнена топографическая съемка территории парка «Молодежный». В настоящее время ведется работа по выделению денежных средств для проектирования за счет средств концерна «Росэнергоатом». Мероприятие по проектированию и разработке проектно-светной документации запланировано на 2021 год. Рекленно-монтажные работы предполагаются выполнять с 2022 по 2024 год. Первый вопрос. Депутаты прошлого созыва часть парка «Молодежный» под коммерческую застройку дали. Сейчас там что на этом участке земли? Сейчас пока что такая же территория под коммерческую застройку. То есть она, получается, не попадает? Территория парка составляет 18 декабря. Нет, я не про территорию парка, я про тот земельный участок, который... Да, это хорошо. Может быть, стоит тогда вернуться к тому проекту, который предлагала общественность, что сделаются некоторые операционные за свой счет. Люди, как тогда, на данный момент, были готовы. Но часть депутатов высказывались явно против. Им кондиционерам хватало в поле, непонятно для чего. Поэтому, может быть, стоит к тому проекту вернуться. То есть коронавирус когда-то, наверное, закончится, люди встанут к нам. И, может быть, часть предпринимателей захотят сами, не свои аттракционы здесь, а именно для города сделать какие-то те же спортивные площадки или что-то такого. Амбиции закончились, чтобы все уехали в область. И вроде как тут все местные остались. Прорабатывается в настоящее время в отношении данной территории другое направление. Совместно с Минспортом мы сейчас прорабатываем вопрос размещения там именно бедрового дворца. Ну вот сейчас у нас... Землю все равно надо отвезти? Что? Землю все равно надо обратно отвезти? Нет, тут просто меняется их разрешение на использование. И земель торговли, и зону спортом будет перевезти. Хорошо. Проект техники. Парковочную зону тоже не забыть, потому что парки Дружбы, там припарковаться по сути не было. Если приехать, то есть... А здесь надо тоже посмотреть, чтобы можно было подъехать и припарковаться. Было речь о том, что как раз вот сейчас, примерно в это время, должен быть решен вопрос финансирования этих 30 миллионов рублей и заказ проекта. Вот можно попробнее, что происходит и действительно ли будут эти деньги? В настоящее время ведутся переговоры. Изначально сумма составляла 30 миллионов рублей. Но, как мне стало известно, сейчас ведется речь около 14 миллионов рублей на проектирование. Ну, в смысле, что есть 14 или хватит 14? 14 предлагается. Но еще пока финансирование не осуществлялось, деньги не выделяются. По террасной доске у нас фрагмент, получается, разрушился. Там и от вандальных действий. В настоящее время на гарантии она находится и будет приводиться в порядок. Заменяйте не поюльный спонсор, потому что это не подходит к открытию туда просто. Нет, почему? Террасная доска, она именно рассчитана и предусмотрена для размещения. В местах массово, если вы обращали внимание, левой и правой части, они целые. Это именно то, что у нас, там, где интенсивно молодежь ездит на велосипедах и самокатах, вот там, как раз таки, они хорошие. Но у нас же никакой типички, по-другому. Ну, почему? Более качественную доску положено. Ну, и попытки там в парке молодежь будут жилые дома строить, еще что-то такое. Я думаю, это уже не будет этого ничего. Нет, мы же сами рассматривали на последний комиссию. Нет, ну, я имею в виду, чтобы не переломить ситуацию, там больше уже, я думаю, таких уже строить не будет. Мы сегодня в наше решение вносим изменения, касающиеся двух основных моментов. Первый, это двухлетний период, который мы устанавливаем, уже решение о том, что человек, который вырубает деревья, должен проводить компенсационные посадки в увеличенном объеме. И второй момент, то, что до того, как он эти деревья вырубает, не ранее, чем за три дня, должен направить уведомление в отдел. Вырубил человек деревья, да, показали у места, где посадить. Вот он купил деревья, посадил. Два года вот за ними ухаривает, черт знает где. Их надо поливать, делать. Вот он с этим ведром дома набрал воды, побежал с этим ведром куда-то, чтобы полить это дерево. Ну, я к чему, я к чему. Ну, если ты высадил там 10 деревьев, ну, ты за них отвечаешь. Заключил договор, например, с коммунальщиками, да, заплатил денежку, и они поливают. Важно же будет то, чтобы мы приняли потом это зеленое насажение, чтобы оно прижилось. Это уконечный результат, то, чтобы дерево... Конечно, это же актом передачи будет передаваться на баланс департамента городского хозяйства. Посадить дерево, это надо полить, чтобы одну поливать. И не один раз. А? И не один раз. И не один раз. Ну, я заключил договор, заплатил деньги, понимаете, а он, ну, наша расслаба... Вы платите деньги по факту... Я, вот, в моем понимании, вот, я посадил деревья, да, компенсацию сделал, заключил договор там с департаментом или еще с кем-то, и он уже отвечает за эти деревья. Замечательно, наконец-то будет понятный порядок, но конец-то этой истории, подскажите, в чем будет заключаться. Вы пришли принимать через два года эти растения по акту. Эти растения высохшие, допустим. А правообладатель земельного участка показывает вам все тот же договор, говорит, ну, и говорит, да я-то все заключил. И говорит, ну, ну, что ж, буду с ним судиться, вам это же, а? Дальше ваши действия какие? Потому что деревьев у города меньше, они не вырастут. У вас есть предусмотренные в дальнейшем порядке возможности взыскивать что-то или какие-то... Ну, то есть, как конец этой истории, где деревья-то? Заказчик, который заключил договор на сохранение этих деревьев, они должны все равно, как бы, вырастить и сдать нам нормальные деревья. Если не сдали. Если не сдали. Да, какие предусмотрены законы? Да, если это было разъемо не заключено. Да, может, мне бы прописать эту историю. Не, может, проще, когда пойти в суд, чтобы меня штраф взяли, да не садитесь этим, не заниматься. Это я вам говорю. Если он не выполнял, соответственно, к нему применяются страшные санкции по договору, который... По соглашению. По высадке этих деревьев. Не вырастет. А он будет судиться с этим. Короче, один суд из них будет. Конечно. Это, в принципе, следствие той проблемы, которая на территории нашего города достаточно долго существует. У нас, в принципе, проблема с пареном деревьев в городе. Я считаю, пока мы эту проблему не решили, то встраивать в нее дополнительные какие-то еще проблемки, наверное, не совсем правильно. Отсюда и все те жалобы многочисленные от наших горожан, которые выходят на субботники, сажают деревья эти сотнями, потом они эти все деревья засыхают. И кто за это должен отвечать, никто не знает. Сейчас мы предлагаем вот в этот хаос, в этот, добавлять еще ответственность какого-то человека, который сперил дерево. Каким образом он должен обеспечить жизнеспособность этого дерева на территории, которая ему не принадлежит, которую он не контролирует. И у него нет способов контролировать растение этого дерева. Как я должен обеспечить два года, чтобы это дерево росло на территории? Ролапу ставится, ясно. Ну да, то есть я должен его еще ходить охранять. С охраной. Понимаете, ну на мой взгляд, это не совсем реальное условие, которое мы предлагаем. Если мы предлагаем это только для того, чтобы это было на бумаге, да, давайте проголосуем, пусть она будет так же, как и многие из наших решений, которые не исполняются. Мы вот каждый год об этом говорим, и каждый год какая-нибудь причем. Проблемы, я не знаю. Люди ракеты в космос запускают, а мы не знаем, как деревья палить на территории города. Есть потребность у бизнеса, в общем-то, участки формировать и вырубать, а потом нам приходится услышать от жителей негодование, да, почему вырубаются. Это без согласия, без непонятных процедур, деревья там, где их никто не собирался и не ожидал вырубать. Вопрос следующего характера. Не спрашиваю, поточню, как стационное место, где-то там на пятом. Уже даже люди знают, что стационное место или садка будет отжидеться на пятом. То есть вырубают у нас вопросов, а сажать будут девочек. Это вопрос первый. Кто так решил и почему в этом не спросили людей. И второй вопрос, вот по поводу двух лет в дополнение, я могу сказать, что два года для деревьев, это вообще при нашей завтрашивании, это вообще не возможно. На тех заседаниях, которые формально и, значит, обозначены датами по их проведению, не переносятся, они установлены в сроки, проходят заседание комиссии. Из 13, записавшихся два месяца назад товарищей, принимают участие в работе 5. Вот, поэтому, наверное, пользуясь случаем, так сказать, такого великолепного форума сегодня, потому что было бы заседание комиссии провести, и все те вопросы, которые господа депутаты задают, они все обязательно на заседании комиссии, мы все повторяем и слушаем. Это говорит о том, что надо принимать участие в работе, тогда же, когда эта работа должна проходить или нет, просто сейчас. Давайте примем решение по этому вопросу и будем работать дальше по поводу озеленения нашего города, вложения дохода.